А ты хочешь прокачать свой вертикальный прыжок до 100, 120, 130 сантиметров, при этом сделать это максимально быстро и безопасно? Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик. Тогда ты ни в коем случае не пропустишь мои новые видеоролики, с помощью которых ты сможешь прогрессировать. Как увеличить свой вертикальный прыжок новичку в домашних условиях? Всем привет, друзья! Очень многие новички меня регулярно спрашивают, как же мне увеличить прыжок? Что же мне такого поделать, чтобы прыжок вырос прям до... И сегодня я хочу вам показать вариант простой, но достаточно эффективной тренировки для увеличения высоты вашего прыжка. Не факт, что она на 100% вам подойдет, что она подходит для вашего уровня физической подготовки, но попробовать обязательно стоит. В начале любой тренировки мы сами хорошенько разминаемся. Разминку показывать вам не буду, вы ее уже видели 100 раз на моем канале. В сегодняшней тренировке мы будем использовать по минимуму ударные нагрузки. Сделаем за сегодня три упражнения. Поехали! Первое упражнение – это легкий вертикальный прыжок с места. Легкий – это значит, что мы вкладываемся в прыжок примерно на 50-70% от нашего максимума. Это упражнение нам нужно для того, чтобы вспомнить сам навык прыжка, чтобы подготовить нашу центральную нервную систему к самому движению, да и в качестве дополнительной разминки. Стараемся мягко и бесшумно приземляться. Никаких ударных шлепков и топанья не должно быть. Мягкое приземление убережет вас от травм, и также соседи снизу скажут вам спасибо. Это упражнение выполняем по 7-10 повторений в подходе с паузой между прыжками 2-3 секунды. От 4 до 7 подходов будет достаточно. Второе упражнение – это вертикальный прыжок на тумбу или возвышение какое-то с прямыми ногами. Самое главное, чтобы ваше возвышение было максимально устойчивое и не скользкое. Высота примерно на 15-20 см ниже, чем высота вашего лучшего прыжка с места. Допустим, если ваш прыжок 40 см, то ставьте тумбу высотой 20-25 см. Тумба нам нужна для того, чтобы минимизировать ударные нагрузки на приземление. За счет этого мы сможем выполнить больше тренировочный объем. Во время выпрыгивания вытягиваемся в струнку, все наше тело должно образовать прямую линию. В верхней точке прыжка от наших стоп до тумбы как раз таки расстояние 15-20 см. Ноги к корпусу ни в коем случае не подгибаем. В этом упражнении также советую делать по 7-10 повторений в подходе и от 4 до 7 рабочих подходов. Смотрите на степень вашего закисления. Если вы уже очень сильно закисляетесь, делайте меньше подходов. Если вы чувствуете себя бодрячком, делайте больше подходов, но не более 7. Слишком перегружаться тоже не надо. И третье упражнение это вертикальный прыжок с паузой в нижней точке. Проявляем максимальное усилие из нижней точки. То есть у нас начальной скорости нет, мы только лишь проявляем взрывное усилие. Также следим за приземлением. Оно должно быть мягкое и бесшумное. Вот это упражнение выполняем от 3 до 5 повторений в подходе. Пауза между прыжками 3-5 секунд. И выполняем от 5 до 10 рабочих подходов. На начальном этапе подготовки советую выполнять такую тренировку пару раз в неделю. Вот так, друзья. Если у вас остались какие-то вопросы, замечания, пожелания, обязательно пишите их в комментариях. Ну и как всегда, любите то, что вы делаете. Тренируйтесь грамотно и тренируйтесь в удовольствие.